да добрый день меня действительно зовут евгения чернявская и я действительно занимаюсь электронной коммерцией кто знает что такое и коммерс можно ваши руки вверх выше выше не стесняйтесь но если вы знаете тем более подняли опустили может знаю ваш не знаю электронная коммерция это возможность продать что угодно товары и услуги любого вида и рода через интернет называется эта штука по-разному некоторые даже называют себя и коммерции но это скорее персоналии которые занимаются и коммерс москвичи это любит очень собственно кто мы такие помимо того что интернет торговли это интернет магазины что для нас вполне очевидно интернет торговли это еще видите сколько всего это доски объявлений это аукционы классифайды где можно продавать и покупать поддержанные товары секонд бай например есть такой вот удачный пример есть всякие онлайн страха страхование онлайн кредитование и все это тоже принято относить к и коммерс ну и большая часть электронной торговли которая последние годы так уверенно растет по всему миру это туры бронирование гостиниц и всяческие билеты 40 процентов людей которые пользуются интернетом совершают там покупки что же про беларусь просили 2000 респондентов белорусов где же и как чего они покупают выяснили что 65 процентов посетителей интернета хотя бы раз в жизни покупали в интернете ну раз жизни и последние там полгода или последний год это совершенно разные показатели мы понимаем но тем не менее показатель очень хороший доля в розничном товарообороте полтора процента чтобы мы понимали это примерно на уровне российских коллег и когда мы начинаем там стенать и страдать что вот все очень плохо в беларуси но все неплохо но все хорошо просто надо еще больше вот ну вы видите что 18 процентов пользователей белорусского интернета последний год покупали и это почти миллион человек и видим про средний чек который приближается к 100 долларам и есть еще несколько интересных вещей например на западе и в соседних странах существуют пункты самовывоза это вот то что у нас совсем не развита и на мой взгляд это очень хорошая точка роста пункты самовывоза это возможность забрать товар где-то в каких-то таких в логистике называется хаб обычно вот ну в нашем случае это какая-то торговая или не торговая точка склад в россии в регионах вообще стоят просто такие домики в которых сидит девушка оператор вот рядом стоит купюроприемник аля киви в который можно запихнуть денежку и оплатить таким образом свою покупку или можно ей принести эту денежку и она там ее пробьет и отдаст чек и забрать свой товар который привезли ну и вот этим пользуются многие интернет магазины они все вот в эту точку привозят вот у нас пока это 8 процентов это очень мало и тут можно хорошо заработать так вот почему же собственно нам интересен и привлекательный этот и коммерц загадочные он растет быстро там есть деньги кроме того это безграничная такая торговля безграничная во всех смыслах есть например сайт я очень люблю приводить пример который продает сертификаты на деревья на высадку деревьев но стоит там что-то около 200 тысяч зависимости от дерева и ты даже это дерево не видишь то есть ты просто получаешь сертификат можно с доставкой красивой рамочки из-за тебя где-то там выбираешь сам область где высаживают дерево но согласитесь букет цветов цветов на юбилей тещи мужчины вы когда покупали последний раз но едва ли он был сильно дешевле чем 200 тысяч ну хотя тещи не знаю ну так жене на 8 марта точно люди действительно ищут товары в интернете вот цифры по беларуси так вот только в яндексе более трех миллионов запросов со словом купить то есть эти люди готовы покупать интернете есть еще google торговые площадки на которых люди ищут чтобы купить знать стоит что люди ищут товар с мобильного и если раньше это было каким-то нонсенсом то теперь можно заметить как человек приходит в магазин берет мобильный телефон смотрит на мультиварку и смотрит сколько она стоит в его любимом торговом магазин любимом магазине люди ищут товары ночами и выходными это важно 8 утра начинает народ приходить на работу и начинает усиленно искать ну или мамочки которые там ответственность семейный бюджет домохозяйки они тоже начинают искать вот 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 этот пик потом спад в момент когда мы уходим с работы и мы видим что в семь восемь вечера пик едва ли не выше чем чем под 14 00 это значит что люди возвращаются и делают покупки потом чаще всего наши магазины вечерами не работают и где-то это написано где-то даже не написано на сайтах так вот если вы не можете обеспечить работу вашего магазина вечером у вас там нет ресурсов возможности то по крайней мере напишите крупными буквами что вы сейчас не работаете когда вы работаете и совсем уже идеально прекрасный вариант если человека будет возможность сложить товар в корзину и после там 18 00 у него автоматически будет показываться небольшое окошко в котором будет сказано там чувак спасибо мы вернемся к тебе там после выходных или там завтра утром запомним твой заказ и обязательно поможем еще несколько важных моментов это про геолокацию такое красивое модное слово которое уже на сегодняшний день просто такой маст хэв а не опция да это когда мы делаем любое мобильное приложение для нашего интернет-магазина например и мы понимаем что надо показывать людям то что ближе к ним и в ближайшие годы все сайты адаптированные под мобильники или там планшеты они эту опцию должны учитывать сегодняшнее утро было 299 магазинов витебске надеюсь вечером я проверю будет уже 301 302 лучше 310 тематики именно характерны для витебска это бытовая техника мобильные телефоны разного рода электроника детские товары и автомобильные товары ну и другие вещи вполне типично понятно нормально ясно как с этим работать просто берите работайте собственно вопрос стоит ли открывать свой интернет-магазин ну по моему убеждению это не вопрос а это много восклицательных знаков конечно же стоит потому что в беларуси есть вот эта черта вот это жилка коммерческая все помнятся какие-то отголоски девяностых и в принципе достаточно успешно занимались торговлей только сейчас есть возможность это делать культурно красиво и много на этом зарабатывать и строить красивые штуки это чек-лист такой просто пробегите его глазами и подумайте готовы ли вы себя ответить на эти вопросы утвердительно потому что если быть магазином который на коленке делает все то это либо будет не магазин ну то есть это не бизнес это девяностые ну слава богу мы уже далеко не в девяностых вот ну и очень важно если хочешь делать что-то большое серьезное и классное задумывать это так самого начала рассчитывать нагрузки своего сайта самого начала создавать сразу красивый сайт создавать сразу красивый бренд не делать это с каким-то студентом разработку который послезавтра исчезнет уедет и вы там его телефона не найдете ну просто отнеситесь серьезно интернет-магазин это классно но просто к нему тоже нужен подход а